Всем привет! Пока домочатся спят, покажу вам еще один рецепт сырников. Несколько слов о твороге, который я беру. Такой творог, или творог, говорите как хотите, вы можете купить в таких магазинах, как Лидл, Альди, Нетто, Реве. То есть с этим проблем нет. 500 грамм, жирность 0,3. То есть его можно взять во всех крупных магазинах. Ну теперь к рецепту. Для рецепта 2 яйца. 2 столовые ложки сахара. Немного ванили, если у вас есть. Если нету, то не добавляйте. Соль точно так же. Если у вас есть желание, можете добавить пол чайной ложечки. Я в этом рецепте соль не добавляю. Все тщательно перемешиваю. Добавляю 2 столовые ложки муки. Тип 405. Перемешиваю. До полного растворения комочков. Высыпаю творог. Все, масса у меня готова. И сразу начинаю выпекать. Сковорода у меня уже разогрета. Из 9 возможных на троечки. Добавляю немного растительного масла. Немного сливочного. Ну вот обратите внимание, как к шепетониям масла. Оно гореть не должно. И отправляю сырники в сковороду. Такими, знаете, небольшими партями. Небольшими. Они, сырники сейчас начнут немного выпекаться. Они станут более крупными. Спокойно сползают с ложки. Без всяких усилий. Этой сковороды, которая у меня диаметром 28 см, я уложусь в два захода. При выпекании этих сырников, мне нужно бояться, что они прилипнут друг к другу. Все, накрываю крышкой. Сырники с одной стороны обжарились, и я их аккуратно переворачиваю. И опять накрываю крышкой. Как вы заметили, я даже не смотрю, готовы у меня сырники с одной стороны или нет. Потому что, я это знаю на 100%, мне достаточно покласть руку на крышку сковороды. И я уже по температуре определяю, готовы они у меня или нет. Готовые сырники перекладываю на бумажное полотенце. Ну, и опять добавляю немного растительного масла и немного сливочного. Так, ну и делаю все то же самое. Вот если кому интересно, из этой всей массы получилось у меня 23 сырника. Сырники готовы, и я начинаю уже завтракать. Эти сырники я ем уже много-много лет подряд. Как правило, я завтракаю перед работой, сидя уже в машине. То есть я сырники разогреваю еще дома. Примерно минут 50 добираюсь до работы. И до начала рабочего дня у меня еще остается полчаса. Вот в эти полчаса я спокойно завтракаю сырниками, которые мне, как ни странно, не приедаются. А дома я их практически вообще не ем. Потому что на работе никогда не знаешь, сможешь ли там поесть или нет. Хотя, казалось бы, сижу на продуктах, но тем не менее, по времени это бывает. Если слишком много работы, то не до еды. Так, ну здесь кто как любит варенье, мармелад по своему усмотрению. Такой скромный завтрак. 5 сырников, немного варенья и йогурт без лактозы. Почему без лактозы? Ну, потому что он для меня менее кислый. Только поэтому. Спасибо, что потратили время на мою стряпню. Надеюсь, оно было потрачено не зря. А я желаю вам приятного аппетита и хорошего старта в начинающийся день. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok